Этот дом уже давно оставлен людьми, как и многие другие дома. Но про этот дом есть одна история. Очень странная история. Тут поблизости живет один мужчина, который и рассказал мне это. Мужчине, который живет в этой деревне, очень часто приходится проходить мимо этого дома. Раньше тут не было ничего странного. Жили обычные хорошие люди. Верили в Бога, ходили в церковь, были очень набожными. Но после того, как дом забросили, что-то случилось. Случилось не сразу, через несколько лет. Мужчина, который мне это рассказал, начал замечать странности примерно после того, как кто-то влез в этот дом. Дело в том, что этот мужчина последний житель в этой деревне. И он тут не живет, а скорее приезжает на некоторое время. Бывает на летний сезон. И когда он отсутствовал, кто-то воровал всю деревню. Все началось с того, что, проходя мимо этого дома, он начал замечать. То открытые занавески на окнах, то они были закрыты. Иногда он заходил в дом и видел, что стулья, предметы меняют свое местоположение. И самое интересное, то, что в деревню никто не приезжал и не приходил. После того, как ограбили деревню, он на дороге поставил шлагбаум. И теперь без его ведома никто не может въехать в эту деревню. Было и множество других странностей. Но самое интересное, он говорит, что он видел призрака. Это было вечером. Солнце уже почти село. Он ушел из леса, посмотрел на окно. А в окне что-то стояло. Стояло, словно светилось. Он быстро протер глаза, но уже ничего не было. Было пустое, занавешенное окно. Возможно, ему показалось. Возможно, это был какой-то отблеск. Но, учитывая предыдущие события, это вполне могло быть. Так или иначе, я постараюсь это выяснить. Сегодня я останусь здесь ночевать. Я буду записывать все звуки, а также расставлю камеру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Если здесь, в этом доме кто-нибудь есть, вы можете выйти со мной на контакт? Если в этом доме кто-нибудь есть, из потустороннего мира, вы можете выйти со мной на контакт? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете выйти со мной на контакт? Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете выйти со мной на контакт? Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, прошло уже несколько часов. Ни на эмми, ни на диктофоне нет никаких сигналов. Сейчас, я думаю, оставлю все камеры включенными. Сам пойду спать в ту комнату. Я взял с собой спальный мешок и уже дома буду смотреть, попалось ли мне что-нибудь на камеры или нет. Также оставлю включенным диктофон, насколько его хватит. Итак, друзья, у меня два петличных микрофона. Один будет писать здесь, звук в этой комнате. Камеру оставляю писать диктофон и эмми. Все, диктофон подключил. Друзья, новый проект Сон на заброшке без привидений. Не, на самом деле, действительно, либо этот мужчина меня обманул, и тут никогда ничего и не было, либо то, что здесь было, уже давно ушло. По-моему, тут просто нет ничего, можно спокойно спать. Ладно, увидимся утром. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Му software Вот. Как порвало. А я что-то слышал, что семья приснёлся. Продолжение следует... Диктофон выключился. Не знаю, друзья, возможно что-то и записала, но я это буду проверять дома. Поэтому перевернул кассету и сейчас попробую позадавать вопросы снова. Потому что я слышал какой-то звук. Возможно он мне приснился, но мне так не кажется. Если меня кто-нибудь слышит, вы можете ответить мне? Ну, может он всё надвесит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можете ответить мне? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, друзья, пока что тишина. Ответов никаких нет по-прежнему. Продолжение следует... Оставляю на ночь и дальше сам. Пойду дальше спать. Если здесь есть хоть кто-нибудь, дайте мне знак. Ответьте мне! Продолжение следует... 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 Тогда я этого не слышал. Кассетный диктофон просто записывал, а я не прослушивал. Призрак прошёл сзади меня, и он повторял слово «свет». Далее я буду вставлять звуки, полученные из диктофона, но на тот момент я их не слышал, потому что диктофон записывал, но не воспроизводил. Вышел на улицу немного освежиться, надо проснуться. Сейчас снялся кошмарный сон, когда открыл глаза. Наверное, ещё не проснулся, словно призрак стоял, наверное, как у того человека, у того мужчины. Но потом тоже глаза протёр и никого нет. Возвращаясь... 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 в Generals... thirds когда... Tory... 1-пакет 2-бакет 1-бакет 2-бакет 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 3-бакет 7-бакет, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, сейчас сломано что-то слышал. Здесь, кстати, раздаётся скрип по окну, может быть это? Время сейчас почти три, скоро должен быть ведьмин час. Скорее всего, это просто ветки, может я её слышал? Хотя ветками периодически скребёт по стеклу. По-моему, тут неважно видно сейчас или нет, просто пустой дом. И всё, на тепловизоре нет ничего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я пытался ухватиться за этот скрип, но по идее в заброшенном доме могут быть не такие скрипы. И скрипы могут быть чего угодно, это еще не признак мистики. Если меня кто-нибудь слышит, вы можете дать мне знак? Я дальше спать, теперь уже до утра не так уж и долго до рассвета осталось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok «Тут кто-нибудь есть?» Тут кто-нибудь есть? «Тут кто-нибудь?» Что-то упало «Тут кто-нибудь?» Скорее всего Это бутылка «О, это будет здорово» «Разборка фрикта» «Тут кто-нибудь?» «Тут кто-нибудь?» «Ла-ррррррррр» Продолжение следует... Продолжение следует... Кто здесь? Сейчас, во время монтажа, когда я пересмотрел отснятый материал, прослушивал запись с диктофона, мне казалось, что оно меня понимает. То есть, когда я говорил «подай мне знак», спустя некоторое время оно подавало мне знак. Открывалась дверца шкафа, падала бутылка, по диктофону оно повторяло слово «знак». Я подумал, что оно меня полностью понимает, но потом, когда я сказал «кто здесь?», оно также начало повторять мои слова. Я в растерянности, не знаю, что подумать, но это точно не зло, это точно не демон. Мне хотелось бы с ним поговорить, возможно, что-то узнать про загробный мир. Но я боюсь, что этот призрак мало что сам понимает, хотя я в этом не уверен. Здесь есть то? Ну что, зараза! Друзья, если это не мыши или крысы, что тоже может быть, то возможно здесь что-то есть. Скоро уже рассвет, но на самом деле, кроме двух звуков, я в этом доме ничего не слышал. Надеюсь, мне удастся увидеть на камерах, как это упало и что упало. Дальше уже было нечего показывать. Призрак перестал появляться, перестал выходить на связь. Как я выяснил, его время примерно после полуночи и до 4 утра. И, как я выяснил, в этом доме действительно есть призрак. Этот призрак слышит мои слова. Я хочу попробовать наладить с ним полноценный контакт, поэтому поеду туда снова. А пока, друзья, до скорых встреч. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок